Белый танец в природе существует, а белой песни почему-то нет. Явно несправедливость. Вот граждане и решили устранить ее, придав статус белой песни гимну России. Повязать белую ленточку на главную песню страны значит сделать ее протестной. Ничуть не хуже «Варшавянки» или «Смело товарищи в ногу». Россия правоприемница СССР, а стало быть, и гимн должен быть прежний. Так, скорее всего, рассуждал Путин, возвращая стране музыку Александрова, которую при Ельцине втоптали в самую глинку. Старый гимнописец Михалков написал стихотворный ремейк, и население насладилось сталинско-брежневской ностальгией, без упоминания так и непостроенного коммунизма. Спеть гимн на Красной площади или у Красной площади собралось человек 20, а власть перекрыла Красную площадь. Хотя говорят, что какой-то очень богатый, неизвестный человек купил на вечер Красную площадь. А почему не всю Москву? «Эта акция не политическая, еще раз это подчеркиваю. Мы просто здесь собрались. Именно те люди, которые патриоты всей страны, которые выступают всегда за свои права, за свое достоинство. Они просто хотят спеть гимн, который официально утвержден, и у которых, в принципе, очень хорошие слова. Мне вот они очень нравятся. Кому-то не нравится что-то, то ли слова, то ли музыка, но, на мой взгляд, в принципе, они собой олицетворяют ту Россию, которая должна была бы быть хотя бы, да? Хотя бы так, но мы видим, что этого нет. И даже из-за 20 человек всю площадь перегородили со всех сторон. Ну, закрыли площадь и закрыли. А спеть гимн можно и у победоносного памятника маршалу Жукову. Тоже хорошее место. Славься, Отечество, наше свободное, Вратских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Мы решили спеть гимн для того, чтобы показать людям, если нас начнут задерживать даже за такое законное занятие, как пение гимна, то это будет настолько абсурдно, что люди должны как бы видеть правду. То есть вы хотели спровоцировать полицию? В целом мы не хотели спровоцировать полицию. Мы просто требуем свободы собраний, свободы передвижения по городу, потому что постоянно происходят какие-то задержания. И вот какой-то поход за батоном, потому что за каждый поход за батоном не нужно было подавать уведомления. Нам силу дает наша верность отчизне, Как было, как есть и так будет всегда. Славься, отечество наше свободное, Братских народов, союз вековой. Славься, отечество наше свободное, Братских народов, союз веков, союз веков, союз веков, союз веков. Я другой видела. А гимна моя... В итоге импровизированный хор исполнил целых два гимна. Официальный и старый на музыку Глинки. Зато с новыми словами. Полиция смотрела на это действо, хотя и настороженно, но без агрессии. Команды фас не поступило, и певцов не задержали. Все-таки музыка гимна не располагает к винтажу. Так что пойте гимн где хотите, хоть на площади, хоть стоя под душем. С этой песней вы в полной безопасности. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, телеканал Политвестник, особая буква.